друзья всем привет сегодня у нас эфир с дашей нефёдовой по анализам и сначала мы попробуем его провести в инстаграме если у нас не будет присоединяться эксперт даша то тогда мы уйдем в телеграм как у нас в последнее время к сожалению ну или к счастью происходит зато ни у кого ничего не зависает так ну давайте посмотрим сейчас как мы сможем даже присоединить или нет у нас очень насыщенная программа настраивайтесь на продуктивную работу на конспекты будем сегодня рассказывать кейсы кейсы это клинический случай случай из жизни врачей как по анализам и вообще распознаем болезни я жду пока дашь присоединиться две минутки техническая настройка еще чуть-чуть даша говорит что вообще не видит моего эфира какая прелесть ладно вы можете пока что отправить нам сердец даша увидела эфир сейчас будет и присоединяться так вот она ура вижу вижу не пока не подключается видимо мы уйдем в телеграм посмотрим сейчас они о хвала небесам прикинь ты что творится вообще огонь ладно значит будем здесь в телеграме люди расстроятся но они посмотрят запись если что я тебя не вижу у меня просто черный экран сверху да я знаю такая и такая проблема есть поэтому я буду часто выкать и вместо того чтобы поднимать руку буду просто голосом что-то вставлять ладно придется я буду одна ты будешь говорить сама собой это да не первый раз и не только у меня это прямо у всех подряд так что можем ждать новых обновлений нет 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 мы совершенно точно нет это не поможет если черный экран это на уже навсегда до следующих обновлений так так как делать в прошлый раз да ты будешь читать комментарии если что смотрите друзья все как мы сейчас с вами поступим у нас есть план мы даже хотим рассказывать вам кейсы если у нас останется время разобрать какие-то дополнительные вопросы мы разберем но по поводу анализа в крови личных собак с которыми уже в комментарии пришли подписчики это классная конечно тема но как мы будем их анализировать для этого нужно выслать бланки анализов мы же не отдельные показатели должны рассматривать а целиковые поэтому ну наверное это какая-то такая больше запрос на консультацию чем для эфира вопрос ответ если вас интересуют какие-то конкретные показатели то вы можете конечно их написать просто вот в комментариях и посмотрим что можно с этим сделать но единственное правило сначала мы расскажем вам то что мы для вас подготовили а потом уже будем отвечать на вопросы у нас сегодня по программе я ее открою и зачту дашь у тебя три кейс по моему а вот у меня было был один но теперь уже два потому что вчера вечером случилось такое событие такое событие я прям горда собой мы провели такую дедукцию с пациенткой и выяснили реальную причину проблемы потому что они хотели ходили по врачам их пинали из рук в руки скажем так потому что врачи говорили это не наша проблема это не наша проблема идите к терапевту вот так что давай наверное мы будем это делать по очереди да дашь это будет ну так разнообразно и ты не будешь только с черным экраном разговаривать значит и наша первая тема это по поводу высокого лейкоцитоза надо ли бояться высоких лейкоцитов и вообще что такое лейкоциты почему они повышаются почему нет мы сегодня с вами попробуем разобрать условно вкратце как работают лейкоциты в целом почему у нас бывает нейтрофилия и что это вообще такое и я постараюсь на пальцах объяснить обычно мне удобнее говорить с картинками потому что так будет нагляднее но даже сказал что без картинок потому что у нас не получается показывать картинки к сожалению чистотехнически короче в чем суть суть начинается издревле когда мы говорим об иммунитете соответственно когда мы говорим о рожденном иммунитете это то что защищает нас и наших животных от враждебных патогенов это самое основное мы помним что мы имеем дело с кошками и собаками у них самая главная популяция клеток именно из лейкоцитов это нейтрофилы то есть это круглые клетки у которых внутри сегментно образные ядра то что мы чаще всего видим микроскоп когда говорим например каком-нибудь воспаление или в целом когда считается нормальная лейкоформула это самая главная популяция клеток которую мы видим мне можно даже задавать вопросы потому что я могу уходить если что я буду тебя прерывать или говорить что слишком сложно или говорить по-русски собственно эти клетки они живут в красном костном мозге и он же их будет выпускать кровеносное русло здесь наверное самое главное помнить о том что нейтрофилы называются эти клетки они из красного костного мозга идут по периферическому руслу и приходят куда-то в ткани то есть там где они будут нужны это их место работы а само периферическое русло но как метро скажем так скажи что такое периферическое русло это наши кровеносные сосуды в основном когда я говорю про периферическое русло я имею ввиду те вены из которых берется кровь на анализ током крови она анатомически нормально ты говоришь током крови идут по крови вот так вот идут по крови в ткани где там что-то произошло порезала собака туда нужны клетки что-то произошло что-то произошло ткани начинают сигнализировать потому что они живые им нужно сохранить цельность чтобы дальше как бы организм жил и они процветали проживали свой круг и умирали заменяясь на новые собственно говоря и когда они начинают паниковать кричать интерлекинами это такие специальные биологические биохимические штуки которые позволяют клеткам в красном костном мозге понять что они нужны в каком-то очаге то есть ткань кричит костный мозг воспринимает этот крик и отправляет как раз таки нейтрофилы в наш очаг понятно да в целом концепция вот этой истории да да отлично то есть здесь же хочется добавить о том что у нас есть важная штука это кинетика нейтрофилов то есть вот эти наши главные клетки которые будут первыми реагировать у них есть свое биологическое поведение то есть то как они будут себя вести в разных ситуациях и нам важно знать что в нашем периферическом русле то есть то что у нас попадет пробирку это называется циркулирующий пул то есть это все нейтрофилы которые у нас будут видны клиническом анализе крови и которые вы потом увидеть как основной подсчет общего числа лейкоцитов и нитрофилов у кошек потому что кошки и особенные как и все остальные создания пришли из космоса и у них есть такая штука называется пристеночный пул то есть у них есть еще дополнительное количество нейтрофилов которые тусуются возле стенок сосуда то есть возле эндотелия возле клеток вот здесь и они не попадут в нашу пробирку потому что у нас игла проходит вот сюда и забирает все вот грубо говоря из центра сосуда а то что находится возле стенок она не будет забирать далее хочется сказать еще что у собак такой пул он примерно равен циркулирующему полу то есть например если в циркулирующем пулю вот по кровеносному сосуду бегут лейкоциты их например 6 то при стеночный пул вот этот который не попадет но он есть его тоже будет 6 а у кошек его будет в три раза больше то есть 18 соответственно если у нас есть какой-то стимул который будет вызывать нитрофилы в наш очаг то эти пристеночные нейтрофилы они первыми будут идти в циркулирующий пул и идти к очагу то есть мы будем наблюдать что у нас повышаются лейкоциты также здесь хочется добавить что у нас есть физиологический лейкоцитоз и когда мы говорим о том что кот кошка пришла в клинику очень сильно испугался они всегда пугаются клиник это кошки это нормально у них может наблюдаться повышение лейкоцитов но незначительное то есть например если норма 19 общее количество лейкоциты 10 то например у них 20 и преимущественно будет сегменты ядерные зрелые нитрофилы то есть те которые готовы работать которые скорее всего пришли из вот этого пристеночного пула мы будем говорить преимущественно о том что скорее всего это было воздействие адреналина кошка испугалась пристеночный пол такой ага что-то происходит надо выходить и вышел когда мы говорим что у нас лейкоцитоз нам нужно четко понимать насколько у нас животное напуганно было когда мы пришли или была какая-то физическая нагрузка которая подействовала на физиологическое состояние здесь же я хочу сказать дополнительно да у нас будет в лабораторной диагностики очень много дополнительных нюансов которые будут важны при сборе целый картин то есть мы говорим нас есть циркулирующий пол нитрофилов есть пристеночный пол нитрофилов а еще конечно же красный костный мозг он такой мистер интересный человек не человека орган у него внутри у себя хранится запас зрелых нитрофилов как правило их больше 8 раз чем циркулирующем пуле то есть если нитрофилы будут выходить в кровь они сначала идут из сосудов потом они будут идти уже из красного костного мозга и когда закончатся зрелые расход уже пойдут более молодые клетки здесь ну мне было очень удобно сравнивать с тем что это как студенты которые идут на стажировку вот это вот как раз будут не зрелые нитрофилы и по ним мы будем говорить о том что успевает красный костный мозг продуцировать клетки и если там слишком большое слишком большая скорость нужды в этих клетках то есть они куда-то идут пример какую-нибудь закрытую полость мы можем наблюдать их большое значительное повышение вот это прям амбула к тому что называется экстремальные нитрофилии сейчас мы будем как раз говорить именно они экстремальные нитрофилии раньше называлась лейкемоидной реакции это реакция организма которая связана с тем что врач лабораторной диагностики видит что у нас достаточно большое количество лейкоцитов за счет этих самых нитрофилов и дальше уже важно будет знать что примерно 50 тысяч это уже граница и повод задуматься но у кошек в том числе когда мы говорим о том что есть какая-то патология есть вирусная инфекция из бактериальная какая-то инфекция мы сначала исключаем все эти причины потому что мы помним что у них большое количество нитрофилов которые могут прийти поработать и давай сейчас три секунды немножко поясним людям базу смотрите у нас в бланке написано обычно вверху где лейкограмма написано лейкоциты это общее количество а нитрофилы это собственно тоже лейкоциты которые определенные имеют свою определенную задачу и соответственно если мы в бланке посмотрим чуть ниже там будет написано нейтрофилы сегмента ядерные и нейтрофилы палочка ядерные и бывает так что у нас в графе лейкоциты ну практически все нормально а в графе а филы прям повышение и вот мы об этом чего у тебя тоже зависла зависла у меня тоже подтормаживаешь у меня нормально у меня ничего не тормозит а я скажите пожалуйста тормозит только дашей ли мы вдвоем сейчас узнаем нам наверное надо говорить чтобы люди поняли тормозит оно или нет а то я замолчала и сижу даша на две даши да мы обе дальше дальше висит отлично у меня нормально чтобы общаемся с друг с другом вот спасибо спасибо честер бир 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 мой английский ужасен а сейчас я поняла что ты хочешь сказать я просто это повторю даша говорит о том что у нас в бланке есть разделение лейкоцитов на палочка ядерный и сегмента ядерный сегмента ядерные это клетки зрелые которые готовы работать в квалифицированные сотрудники а когда мы говорим про палочка ядерные нейтрофилы это более молодые клетки то есть это студенты они могут постажироваться но они не выполнят функцию настолько насколько бы это хотелось сделать но красный костный мозг вынужденных отправлять потому что не хватает работников да говорил говорил что за забором целую очередь стоит а на деле вот так вот да да но все это лейкоциты все эти нейтрофилы разные они все равно лейкоциты запомним это все то есть это специальные от большого от большого господи математики как это хрень называется короче от большого математики от большого шкарика от большого торта отделяется часть кусочек вот так раз таки сегменты ядерные нейтрофилы они нас интересуют в основном в моем рассмотренном далее кейсе могу до переходить или нужна еще какая-то база простите пожалуйста и сделаем какой-нибудь полезный документ вот понятно что это прям с нуля вот так сходу все невозможно осмыслить ну короче у нас вот эта самая главная популяция клеток лейкоцитов сегменты ядерные нейтрофилы которые будут реагировать на какой-то патоген на что-то происходящее они также являются первичным звеном врожденного иммунитета то есть это первые клетки которые будут работать действовать повышаться но в моем случае да 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 у нас есть много разных других ситуаций когда они могут не повышаться мы не об этом и так экстремальный нейтрофильный лейкоцитоз она встречается не совсем часто его нужно дифференцировать и отличать от других патологий но в моем случае это был именно он поступила собака 7 лет то есть средний возраст и у неё в анализе крови лейкоцитоз 60000 верхняя граница это лейкоциты именно то есть у нас до сна лейкоциты по крайней мере то что я вижу на анализаторе это все белые клетки крови все лейкоциты вот я имею ввиду что смотрите у нас сейчас у нас 16 это наша высота верхняя граница 16 обычно до 16 или 18 не помню а у собаки 60 ну да а у собаки 60 то есть я такая обычного с таким не живут но это я шучу конечно но как бы это высоко и очень высокое число когда мы видим 60 это выше чем может быть периферическом русле но условно три раза и мы помним что у нас есть маргинальные о извиняюсь пристеночные забыли забыли это слово которое произнесла пристеночные метрофилы те которые в костном мозге соответственно мы такие ага но нам нужно посмотреть мазок крови чтобы определить это у нас зрелые клетки или уже молодые пошли в расход потому что что-то супер патологичное происходит животного так как я в лаборатории я не вижу ничего иногда у меня даже нет анамнеза поэтому я сижу и думаю о парсете пожалуйста ну кто-нибудь расскажите что с животным ладно пока мне пишут анамнез по моей большой просьбе я иду и делаю мазок крови паски крови я наблюдаю что у меня есть зрелый самая большая тысяч предстоит ставлено зрелыми клетками и тут же я сразу думаю ага костный мозг в принципе на данный момент пытается справиться но также я вижу некоторые изменения в этих клетках о которых мы поговорим на курсе потому что к сожалению в один эфир это все не влезет это слишком много я вижу некоторые изменения которые говорят о том что костному мозгу тяжело и это естественно я отображаю в бланке говорю что так и так самое большое количество клеток процентном соотношении больше 90 процентов это сегмент ядерные зрелые нейтрофилы но у них внутри есть некоторые изменения которые позволяют задуматься не стоит ли сейчас уже начинать действовать и что-то делать потому что нейтрофильный лейкоцитоз вот такой экстремальный он может быть вызван некоторыми причинами этими причинами часто могут быть закрытые полости бактериями то есть бактерии и лейкоциты как реакция на внедрение этого агента это могут быть например пиометры не всегда но мы можем такое встретить это могут быть гнойные перитониты то есть гнойной полости в которых происходит размножение бактерий и из этих полостей идут такие радиосигналы во все остальные части организма которые кричат и молят о помощи нейтрофилы туда естественно спешат это может быть какое-то аутоиммунная история то есть иммуно-опосредственная гемолитическая анемия но по статистике статьям которые я прочитала и по собакам и по кошкам все-таки но она такая не настолько часто и чтобы они и говорить но тем не менее не упоминали поэтому я говорю тоже также могут быть хронические интенсивные инфекционные процессы то есть здесь сразу нужно исключать все хронические векторные инфекции у кошек это стандартный вик в лк у собак это какие-нибудь герпес вирусы и ну редко что то еще на самом деле у кошек это все-таки более частая история и также может быть пара неопластический синдром когда мы например говорим о собаке семи лет то здесь уже мы не исключаем онкологическую настороженность просто потому что достаточно много случаев которые встречаются уже в середине жизни что происходит происходит либо опухоль сама вырабатывает химические агенты которые говорят нужны нейтрофилы срочно все вот либо она начинает механически воздействовать на близлежащие ткани и эти ткани уже начинают чёрт возьми кто-нибудь это уберет сюда вот и соответственно самая моя любимая часть что экстремальный нитрофийный лейкоцитоз может вызывать все что угодно как здорово очень стало ясно соответственно после того как врач получает что у него 60 тысяч лейкоцитов представлены зрелыми нейтрофилами ему нужно исследовать дальше диагностика не заканчивается на этом но она дает помощь чтобы поискать причину и когда мне прислали все таки анамнез там было очень сильное воспаление культи матки бактериальные и соответственно говорили о том что это подходит под классический случай экстремального нитрофийного лейкоцитона то есть у нас есть какое-то место в организме которая подверглась бактериальному воздействию туда обязательно приходит нейтрофилы как первые клетки которые будут реагировать на воспаление на очаг на какую-то хрень в организме потому что они врождён дед это первые чуваки которые так что-то не так идет още пойдем проверим идут вот соответственно за счет того что они туда пришли происходит процесс с того что они пытаются купировать них это не получается ткани продолжать сигнализировать о том что им нужны клетки нужна помощь нужно что-то делать черт возьми и соответственно будут поступать сигналы а когда клеток там уже сильно не требуется они начинают циркулировать в нашем русле достаточно большом количестве мы можем говорить о том что химические вещества продолжают выделяться клетки пытаются что-то сделать но у них не получается это сделать потому что этого недостаточно мы уже зашли в патологический круг и нужно что-то делать уже врачу вот мы в целом попадаем в классическую историю экстремального нитрофильного лейкоцитоза у собак у кошек это более редкая история и когда мы говорим про экстремальный нитрофильный лейкоцитоз у кошек по статье все таки они ищут чаще новообразование чем бактериальные инфекции иногда могут искать какие-нибудь аутоиммунные но тоже это вопрос большой открытый вот да вот сейчас на вопрос да нужно прямо ответить вопрос такой повышение лейкоцитов это грубо говоря какое-то сильное воспаление но у нас бывает и так да что они не повышаются количество когда мы говорим о том что у нас экстремальный нитрофильный лейкоцитоз то есть он начинается от 50 тысяч здесь мы уже думаем в сторону действительно воспаление которое сильно закрытыми полостями с бактериальной инфекцией с тем что у нас костный мозг вырабатывает отдает и работает но у нас может быть воспаление без повышения нейтрофилов и тогда нам без повышения лейкоцитов извиняя что мы исследовать мазок крови и только по нему сказать что же происходит с клетками иногда клетки как бы они приходят в очаг там остаются и есть небольшой люфт когда например красный космос еще не может ничего выпустить выпускать молодые в небольшом количестве и у нас нет лейкоцитоза но у нас есть воспаление и в этом поможет она вниз дальнейшая узи какая-нибудь визуальная диагностика если это возможно и обязательно морфологическое исследование мазка крови на изменения в клетках и на возможный сдвиг влево то есть двиг более сторону более молодых клеток и здесь врач лабораторной диагностики уже будет говорить о том что так и так ребят тут есть палки палки это плохо даже если у вас нормальные лейкоциты вот я ответил на ваш вопрос да вот я подчеркну у меня была такая история когда ко мне обратилась собака с пневмонией причем уже но такая очень застойная о и показывают анализы крови лейкоциты в норме это как раз та самая история вот и я говорю собаке пневмония я говорю запишите мне дыхание я рассказывал эту историю и поэтому я не буду повторяться Я говорю запишите мне дыхание я вижу по дыханию что у собаки пневмония и говорю собака пневмония не мне год нет потому что нет ли кthep повышенных Я говорю, так, мы сейчас не спорим, и едем в стационар, госпитализируем. В том числе, да, это в том числе вопрос морфологии тех клеток, которые мы можем увидеть в мазке крови и говорить о том, что же на самом деле происходит. Не всегда низкие лейкоциты, ну, низкие, я имею в виду, ниже 50 тысяч в норме, это норма на самом деле. И ещё есть такая история, когда, например, у нас высокие-высокие лейкоциты, а потом на следующий день раз, и они низкие. Это тоже очень напрягающая история, потому что, возможно, идёт перераспределение, и животное потихоньку уходит в СИРС, в системный воспалительный ответ, который ничего хорошего не сулит. Который сулит сепсис, и готовимся к плохому. Ну, если у нас есть орид, который сможет из этого сепсиса выдернуть животное, будет прекрасно. Ну, обычно, конечно, да. Вот, в общем, мой случай, на самом деле, в данном случае, это только вопрос того, насколько врач лабораторной диагностики может вам рассказать, что происходит. И чаще всего, когда мы видим большие, высокие лейкоциты, это не всегда говорит о том, что у нас животному прям совсем плохо, его надо паковать, и вообще ничего не сделаешь. Сделаешь просто, если мы понимаем, где у нас очаг. Это самое важное. Мы должны найти и собрать вот эту всю картинку воедино, чтобы понимать, с чем работать. Лейкоцитоз, экстремальный нитрофильный лейкоцитоз, самое главное и самое важное, на мой взгляд, это обратимое вторичное состояние. Мы можем с этим что-то поделать. Да, конечно. Мы нужим с этим что-то поделать. Нужим. Нужим. Так, друзья мои. В общем, это не должно вызывать паники на грани истерики, но это может насторожить и сказать по-чудечному, куда мы идем и что мы ищем. Да, да. С этим кейсом все. Мы разобрали лейкоциты. Теперь я предлагаю перейти к следующему, если Даша согласна. Конечно, давай. Хорошо. Мы по-чему так про это разговаривали. Насколько эфир будет, часа три? Не-не-не. Короче говоря, безумно. Ну, у нас все равно лично, конечно, лейкоцитоз вызывает истерику, безусловно, но мы с ним будем разбираться. Вот по поводу того, как разбираться, как вообще разматывать историю, я как раз и хочу вам сегодня рассказать. Ко мне обратилась девушка с собакой. У собаки плохой аппетит. И, в общем-то, больше ни на что собака не жалуется. Не то чтобы плохой, она избирательная, она мясо там что-то жует, выплевывает, жует, съедает там с уговорами, тролливали, все такое. А девушка очень ответственная, она свою собаку обследует уже не у первого врача и приносит мне целую кипу анализов, которые они уже сдали. Они сдали, естественно, общую клинику крови, биохимию крови. Но так как я на курсе про биохимию рассказываю, сейчас будет биохимическая часть. Вот, они сдали биохимию крови, сдали электролиты и даже сдали ионизированный кальций. И вот он у них высокий, достаточно высокий, я бы сказала, сильно высокий. И я, еще не глянув даже всего, говорю, сдавали ли вы парад гормон, потому что обычно, ну, я уже знаю анамнез, и обычно мы смотрим на фосфор, фосфор в норме у этой собаки. Ну, значит, нужно разбираться с кальциево-фосфорным обменом. И отправляю их сдавать парад гормон. Они мне говорят, а мы уже сдали, мы уже сдали, и нам эндокринолог, один из лучших в России, сказал, что это не его проблема. Я думаю, ну, наверное, он нормальный. И смотрю результат парад гормона, а он низкий. То есть, если бы он был бы высокий, то это была бы эндокринологическая проблема, это был бы гиперпаратириоз. Но он низкий, это вообще ненормально. То есть, такого быть не должно, это что-то суперспецифическое, и здесь нужно копать, собственно. И эндокринолог говорит, это не наша проблема, это проблема терапевта. И вот они приходят к терапевту, и я такая, хорошо, тогда вы сдайте мне 25-ОН-Д. То есть, это анализ на витамин Д, собственно говоря. И они сдают, и этот анализ приходит тоже высокий. Если бы он пришёл низкий, этот результат, мы смотрели бы в плохую сторону каких-то неоплазий, и это бы нас очень пугало. Высокий, высокий. Ты сказала, что парад гормон пришёл низкий. Да, я говорю, 25-ОН-Д мы сдали после этого, витамин Д, и он пришёл высокий. Ты просто сказала тоже, и я не поняла, к чему это было привязкой. К крокому кальцию. Всё, поняла. Спасибо. Короче, у нас высокий ионизированный кальций, у нас низкий парад гормон, и у нас высокий витамин Д. Если бы витамин Д пришёл бы низкий, вообще этот анализ так редко сдают, если бы он пришёл низкий, мы бы думали в сторону чего-то плохого, каких-нибудь опухолей, искали бы их. Но он пришёл высокий, а когда он приходит высокий, это означает, что у нас отравление витамином Д. И мы начну, ну то есть как бы это однозначно, здесь вообще ни в какую сторону чтобы не подвинуться. Я начинаю спрашивать, а что у нас с рационом? И представляете, история такая, что рацион собаки считала диетолог, и мы посмотрели этот рацион, и в общем-то там по витамину Д есть небольшая погрешность, такая несущественная, которая бы не могла дать отравление витамином Д, ну потому что нормы разные у собаки, вес может немножко колебаться, но я вижу, что причина не в этом. Я спрашиваю, что ещё давали собаке, что даём на постоянной основе, и на постоянной основе перечень продуктов, и там масло лосося. Я такая, а сфоткайте мне упаковку, этикетку масла лосося, и мы давай разбирать состав. И в составе написано, что в одном миллилитре масла лосося витамина Д от 1000 до 2000 международных единиц. А владелица давала своей собаке 4 нажатия на этот штепсель, и получалось 4 миллилитра. То есть собака получала минимум 4000 международных единиц в день, а максимум 8000. А её потребность была 100. 100 международных единиц в день. Она получала примерно 4000-8000. То есть, понимаете, это в 10 раз больше. Каждый день. И как часто, скажите, как часто мы с вами покупаем вот эти вот бутылочки масла лосося, и просто там на глаз что-то в миску, просто чтобы там добавить витаминчиков, добавить омега-3 жирно-кислот. Как часто? Достаточно часто, потому что эти продукты продаются в магазинах, на маркетах. Они рекламируются в интернете, в социальных сетях. И постоянно пишут, что это источник омега-3, это источник витамина Д, покупайте, полезно, добавляйте собакам. Как бы, да, это полезно, здорово, если вы добавляете, допустим, раз в неделю. Но дело в том, что витамин Д – это жирростворимый витамин, который накапливается. И он накапливается, депонируется в печени, соответственно, он накопился до того, что собака отравилась просто тупо холикальциферолом. Ну, тупо – это я просто, моё слово-присказка такое. Никого не хочу обидеть, потому что это очень частая ошибка владельцев. И их очень часто, да, правда, прилагают в виде рекламы ко всяким лакомствам. И те, кто на натуральном питании, тоже любят его прям лить. Ну, как бы это здорово, здорово, да, читается. Но это нужно высчитывать обязательно, сколько там чего. Потому что, ребят, полувыведение вот этой истории – два месяца. Полувыведение, то есть, по сути, месяца 4 нам нужно ждать, чтобы сейчас всё нормализовалось. И мы с этими ребятами будем сдавать анализы каждый месяц и смотреть, как у нас вообще история с тем, рассосался ли у них витамин Д или не рассосался. Вот. Да, что пропадаешь. Я пишу себя с экрана, поэтому у меня всё хорошо. Я выложу запись, будет всё волшебно. Всё будет нормально. Вот. Так что, ребят, вы понимаете, да, какой был диагностический путь? У собаки повышен электролит или ионизированный кальций. Они сдают парад гормона, эндокринолог говорит – это не моё, уходите. Идите к терапевту, пусть он копается. И дальше мы начинаем вот так вот глубоко копать. Я там им сказала сдать ещё один анализ, которого нет в России. Ну, естественно, не нашли, не сдали. Но мы выяснили вот эту вот историю. Более того, я даже сегодня Анну Суару помучилась с витамином Д и международными единицами. Мы даже считали на вес... Ну, она мне формулу сказала. Я ещё раз пересчитала на вес этой собаки, сколько витамина Д ей нужно в день. И там даже меньше, чем 200 получилось, там около 80 получилось международных единиц в день. Она получила 8 тысяч. Понимаете, какая вот история. Всё дело было в том, что мы хотим сделать как лучше собакам, когда мы добавляем что-то маркетинговое. А масло лосося, безусловно, это маркетинг. А на самом деле он должен быть инструментом, которым мы закрываем определённую потребность. И именно об этом я говорю, когда мы говорим про гиперавитаминозы. Когда я читаю, что мы добавки даём там и витаминов просто в миску там на глаз. Ого! Катя Нигова здесь в эфире! О, боже мой! Боже мой, я так счастлива! Боже мой, ко мне пришли звёзды! Не могу. Всё, я рассказала. Мне нужно попить воды и привести в норму дыхание и давление. Я рассказала. Я тоже очень рада, что с нами идти. Нам нужно очень тщательно относиться к тому, что владельцы добавляют в миски своим питомцам из благих побуждений. То есть, да, благими намерениями выслана дорога, мы с вами поняли, куда. Я на самом деле сейчас к тебе в клинику, к куску этого клинического случая. Это то, что я вчера написала Даше. То есть, мне написали владельцы собаки, которая теряет графический вес. И описали рацион из серии. Господи, да что бы я так ел? И здесь хотелось бы добавить, что они кормили собаку свиними в том числе. И ты такой думаешь, чёрт, то, что хорошо для человека, не всегда очень хорошо и подходит для собаки. А когда это не рассчитано специальным врачом, диетологом, который понимает все нужды собаки, в зависимости в том числе от породы, это очень сложно оценивать в контексте того, насколько это всё подходит собаке. Свинина, ну, может быть, конечно, это и хорошо для человека, а для собаки. Это тоже уже большой открытый вопрос. Но если это исключающая диета какая-нибудь, например. Я получаю все витамины и всё остальное. Какая? Ну, исключающая, например, на аллергию нечего назначить. Вот то же самое свинина с картошкой. Да, но отварная, безусловно, и с диетологом, конечно, не просто так. Но там ещё был прикол в этом рационе. Даш, сейчас я даже открою. Блин, я не помню, что она там ела ещё. Но что-то, короче, она не доедала, просто она не доедала. Ей нужно скорректировать рацион. Блин, я не помню. Все зависли? Ну, ладно. Мы в целом подведём итог, скорее всего, этой эфиры, и ты сможешь вспомнить или найти где-нибудь. Да? Да я в нашей переписке ищу, потому что ты мне... Я не понимаю, у меня куда-то делись эти сообщения. Что ела эта собака? Да, что ела эта собака. Это было уже в ночи, и куда-то они делись эти сообщения. Ладно. Возможно, это просто мой другой аккаунт. Как ты помнишь, я сижу с двух. Точно, точно. И оно там. Ладно. Всё, оставим эту собаку. Мы, возможно, про неё расскажем в посте с итогами. И сейчас я хотела рассказать по поводу... Даша очень громко заявила, что мы можем предполагать какие-то эндокринологические патологии, но я бы хотела сказать о том, что у нас есть определённый паттерн того, как мы видим лейкоформулу и какой вывод сделать из неё. Всё пока понятно? Пока понятно. Хорошо. Ну, собственно, у нас из лейкоцитов есть разные клетки. Эндрофилы мы с вами немножко уже поговорили и затронули. У нас также есть лимфоциты. Это ещё одна популяция клеток. Есть моноциты и эузинофилы. Эузинофилы, скорее всего, многие знают, потому что часто на них смотрят в поисках аллергии. Откроем вам тайну. Это не совсем так, но тем не менее... Сейчас мне важно то, что у нас также есть путаница в наименованиях. То есть у нас есть стресс-лейкограмма и есть адреналиновая лейкограмма. То есть это распределение клеток в зависимости от стимула. Когда мы говорим про адреналин, это значит для нас, что животное пугается. Но также в обиходе просто у людей, ну, как бы в обычном пользовании, также слово стресс ассоциируется со страхом. А в данном случае, когда мы говорим про лейкоформулы, про то, как себя чувствует животное, стресс-лейкограмма, мы говорим про влияние кортикостероидов, кортизола наличия и того, как будет изменяться поведение клеток в зависимости от того, насколько у нас есть воздействие. И в данном случае будет неважно, это у нас эндогенные кортикостероиды или у нас эндогенные. То есть это воспроизводит сам организм или это какая-то терапия, которая связана с глюкокортикостероидами. Здесь нам будет неважно, но в клетках мы увидим, что есть их влияние. В случае, когда мы говорим о том, что у нас есть классическая картина, когда мы не видим животное, мы помним, что в целом синдром кушинга у собак можно предположить в некоторых случаях уже по тому одному виду животного, в котором он обратился к врачу. Но также и по нашей лейкоформуле мы можем предположить, если у лечащего врача есть какие-то мысли в эту сторону, что мы увидим? Мы увидим, что у нас есть нейтрофилия, то есть у нас достаточно большое количество нейтрофилов. Это связано с тем, что сам кортизол будет влиять на возможность выхода нейтрофилов как раз-таки из нашего кровеносного русла в ткани. То есть они все застревают в метро и не могут никуда деться. Они остаются там стареть и, в общем-то, иногда даже умирать. Но тем не менее, сам факт того, что у нас будет нейтрофилия, то есть большое количество нейтрофилов, иногда мы можем увидеть гиперсегментацию, то есть много сегментов. Обычно это штук 5 сегментов ядерного нейтрофиля, а мы можем увидеть штук 8. И тогда врач лабораторной диагностики уже по тому, как выглядят клетки, может говорить, так, ребят, тут есть влияние кортизола, нейтрофилы стареют прямо у меня на глазах, нужно что-то с этим делать, скорее всего, поискать, если животное не находится на терапии. После того, как мы посмотрели, да, у нас есть нейтрофилы, что-то еще, у нас может наблюдаться лимфопения и эузенопения. Эузенопения за счет просто перераспределения, потому что на них глюкокортикостероиды не всегда влияют, а лимфопения за счет того, что наши глюкокортикостероиды будут влиять непосредственно на эти клетки. И мы можем наблюдать, что у нас мало лимфоцитов, много нейтрофилов, и у собак может быть много моноцитов. То есть моноцитоз, как один из компонентов вот этой вот стресс-микограммы, он в том числе будет говорить о том, что нет ли тут влияния кортизола. И в данном случае, я потом посмотрела карту, когда у меня как раз четко именно был моноцитоз, нитрофилий, эузенопения, лимфопения, я посмотрела карту, и там были спонтанные, симметричные, не зудящие аллопеции, большой живот, и все такое. Я такая, ребята, кажется, у нас кое-что есть. Вот. То есть даже уже просто лейкоформула может подсказать лечащему врачу, в какую сторону нам действовать. Я сегодня рассматриваю именно классические случаи, когда я уже даже в лаборатории, не видя животное, могу думать в сторону чего-либо конкретного. И в случае, когда мы говорили про экстемальный нейтрофильный лимфоцитоз, и в случае, когда мы говорим про стресс-ликограмму. То есть стресс-ликограмма дает повод задуматься о биологическом поведении клеток, что им мешает вести себя нормально, и что мы можем заподозрить в данном конкретном случае. Вот. Да, и в данном конкретном случае мы заподозрили, собственно, синдром Кушинга. Синдром Кушинга. После того, как еще добавилась вот эта информация из лаборатории, владельцу пришлось расспросить еще раз, и он сказал, да, кажется, что она чаще пьет и чаще писает. Но так как она писает на пеленку, мы не сильно как бы за этим следим. Вот. То есть владельцы могут менять свою информацию, когда у врача появляется больше вводных данных. Это, конечно, хорошо, что они все-таки что-то вспоминают, но не всегда удобно, когда у нас какой-то очень сложный случай, и нужно грамотно и полноценно собрать анамнез и узнать все, что можно. Офигенно. А скажи, пожалуйста, у собак из приютов, которые живут на хроническом кортизоле, мы будем видеть эту ликограмму? Я думаю, что да. Но это в теории, если мы говорим о том, что у них будет идти выделение кортизола, кортизол, как само вещество, оно будет влиять на физиологические процессы, которые касаются клеток. Нужно смотреть, что еще в дополнение к этому есть, потому что собаки из приюта – это многофакторная история, как правило. И, скорее всего, там не только будет нейтрофилия из-за того, что, например, у нас кортизол, а еще, может быть, есть какой-то очаг воспаления хронический, который дает повышение нейтрофилов, но, например, не дает какой-то острой картины, которую можно было бы сразу сказать – ага, это вот это. То есть это спорная история, я бы сказала, и сначала стоит привести животное в хорошее состояние, скажем так, а потом уже искать, остается ли вот это вот кортизоловое воздействие или нет. То есть просто всплеск. Кортизола, он не будет влиять прямо в таком хроническом, скажем так, течении, какое мы можем увидеть на стресс-вейкограмме. Но это все история сбора анамнеза, осмотра грамотного проведения, аускультации, пальпации, всего-всего, что можно сделать именно очно на осмотре. Это очень важная часть, которая дает дальнейшие пути развития. Лаборатория – это как небольшой кусочек диагностики, который может подсказать, в какую сторону действовать, но он не всегда патогномоничен, то есть он не всегда характерен для какого-то конкретного заболевания. Он может только предполагать. Если, например, мы видим стресс-вейкограмму, если я, например, увижу стресс-вейкограмму у приютской собаки, то я в первую очередь, наверное, подумаю про то, что есть какое-то воспаление. Возможно, есть что-то, что будет вызывать повышение нейтрофила в первую очередь. А если у нас есть в том числе монотитоз, то, скорее всего, я задумаюсь о том, что есть какая-то инфекция, а потом уже в сторону эндокринологических патологий. Наверное, я бы так. Круто, да, я поняла. Супер, спасибо огромное. Может, еще уход есть вопросы? Подожди. Да, да, я говорю, что продолжаем тему эндокринологии. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Вот, Саша пишет. А это особая лейкограмма? Я прям... Нет. Лейкограмма – это, в принципе, обозначение наших показателей, которые мы получаем в анализе крови. Это лейкоциты, нитрофилы, азинофилы, моноциты, лимфоциты. Вот это все. То есть это просто название в бланке. Вот наш бланк, он поделен для нас на две части. Это лейкограмма, все, что касается белых клеток, условно говоря, и гемограмма, все, что, условно говоря, касается красных клеток. Гемограмма – это наш гематокрит, эритроциты, гемоглобин, да, а лейкограмма – все, что касается лейкоцитов. Ну, соответственно, вот и все. То есть это наш самый классический общеклинический анализ крови. Это не специальный анализ, да. Это вот просто мы так называем, что мы видим стрессовую лейкограмму, потому что там вот так специфически поднялись или опустились показатели. Я еще добавлю, лейкограмма, по сути, это общий клинический анализ крови, который с ручным подсчетом. Он по-разному может называться. Он также может называться с лейкоформулой, исследованием на гематологическом анализаторе, но и дополнительное исследование врачом лаборатории непосредственно мазка крови. То есть, по сути, это общий клинический анализ крови. Но иногда бывает, что в лабораториях оно может называться общий клинический анализ крови, автоматический подсчет. Это будет говорить о том, что используется только анализатор. А если говорить о том, что общий клинический анализ крови с лейкоформулой, это как раз-таки оно самое. Это прям так и называется стресс-лейкограмма, но оно называется как раз-таки в ветеринарных кругах. И это будет говорить о том, как конкретно распределяются клетки по их процентному соотношению. То есть то, что врач увидел, подсчитал в мазке, он потом перевёл в цифры, которые уже оценивает непосредственно лечащий врач, и их распределение называется стресс-ликограмм. Я помню такую забавную историю, что даже коврики для мыши в ветеринарных кабинетах делали с этими показателями, чтобы на всякий случай, если пришла кошка, вот эта вот, кошка-истеричка, кошка в ужасе, чтобы так это свериться, коврик под рукой, табличка под рукой, можно сразу посмотреть и успокоить себя, в общем-то и целом. Вот, значит, понятно. Хорошо, если есть вопросы, то напишите. Очень ответили. Хорошо, спасибо. По поводу эндокринологии ещё, что я хотела сказать. Моя любимая патология — это болезнь Адисона, потому что, ну, про неё все очень любят рассказывать, как не любить болезнь, которую очень хрен распознаешь, очень сложно распознать, потому что у неё супер неспецифические симптомы, такие как классические симптомы, там, снижение аппетита, там, какая-то сонливость, литаргия, депрессия, аппетита, ву. Да, то есть вообще обо всём и ни о чём. Может быть, рвота, может быть, диарея, что это, энтеропатия, не энтеропатия, вообще непонятно. Потом вы сдаёте анализы крови, и вы можете там увидеть, бах, мочевина с креатинином улетели, и мы такие, всё, в обморок, у нас ХБП, катастрофа, готовим опять, готовимся, привыкаем к земле. Или там, бах, печёночные трансаминазы. Все взлетели, вы такие, всё, печень отъехала, или всё это сразу. Именно поэтому, а как у нас обычно любят сдавать, сдают общую биохимию, так называемую, да, куда не входят электролиты, туда не входит калий, ну, никогда. Да, я не помню, входит ли туда по классике натрий, честно, бывают разные бланки, бывают разные составы. Бывает, что просто там почечный печёночный профиль и белки, да, конечно. Я в клинике, если немножечко по поводу биохимии, в некоторых лабораториях электролиты входят в общую биохимию, а в некоторых не входят, и это стоит уточнять. Плюс также электролиты, как правило, это калий, натрий, хлор и кальций, и они тоже могут входить по-разному, то есть они не могут входить все четыре, например. Да, некоторые входят, а некоторые нет. Да, некоторые лаборатории считают на биохимических анализаторах, и там есть возможность поставить электролиты по отдельности, вот, поэтому тут лучше спрашивать и уточнять, если вам важно электролитное состояние животных. Да. Ну да, я видела разные бланки, я видела, что есть как бы электролиты, но чего-то не хватает. И если мы вернемся к Адисону, то, соответственно, там мы должны посмотреть на калий и натрий. Если у нас калий высокий, в идеале натрий низкий, то это сильное подозрение в сторону Адисона, прямо очень сильное. Но может быть такое, что только калий высокий, а натрий нормальный, или только натрий низкий, а калий нормальный. И в этом случае мы тоже должны заподозрить Адисона и идти по диагностическому плану. Поэтому нам обязательно всегда нужны, когда мы видим неспецифические изменения в собаке, такие, которые я перечислила, нужно доздать натрий с калием, если их не было, и посмотреть, все ли там нормально с этим балансом. И, соответственно, если у нас приходит высокая мочевина с креатинином или высокие печёночные трансаминазы, тоже мы не сразу падаем в обморок, а мы сначала смотрим, там были калий с натрием в баланке или нет, и если не были, мы их сразу бежим, сдаём, и после этого уже принимаем решение, падать в обморок или нет. Можно? Я слушаю тебя. У меня складывается впечатление, что как будто бы мы можем подозревать Адисона практически у всех, что может стать причиной, то есть у нас могут быть повышены, например, наши почечные показатели и параллельно что-нибудь специфическое, типа повышен калий, а натрий в норме. В данном случае почему, например, мы должны заподозрить Адисона, а не проблемы с почками? Нет, мы просто должны идти по диагностическому пути уже по двум, и туда, и туда. То есть в целом мы просто добавляем диагноз, если... Да, мы просто записываем ещё один диагноз и разбираемся с этой проблемой, конечно. Мы не ставим этот диагноз окончательно, когда мы видим изменение этих электролитов, мы заподозреваем, то есть мы можем заподозрить его. У меня, знаешь, такое, наверное... Я понимаю, о чём ты говоришь в целом, но как будто бы это довольно суперчастая патология, чтобы её подозревать практически у каждого. У меня два раза было. Два раза за пять лет. Ну, из моих собак. Я бы хотела, чтобы ты сказала, что это не типичная причина, которая может вызывать такие изменения, потому что у нас есть более... Ну, более частые проблемы, что ли. Это я из серии того, что не надо искать зебр, пока вы не отменили всех лошадей. Я тебя понимаю, но всё равно их нельзя отметать сразу, не проверив. Я никогда так не сделаю. Для меня это критически важно. То есть мне важно, либо у нас будет диагноз, либо не будет диагноза. Мы не лечим без диагноза. То есть мы можем лечить без диагноза, безусловно, но эту патологию мы не вылечим на глаз. Поэтому мы должны, само собой, идти по диагностическим путям. Мы заподозрили почки, мы заподозрили Адисона. Что первое мы будем исключать и каким образом? Мы чуть-чуть сдадим. Спасибо. Я именно про это. Я к тому, что то, что проще и быстрее подтвердить или опровергнуть, оно будет идти на первых строчках диагностического плана, как правило. Да, это очень просто. Именно это я просто хотела проговорить, скажем так. Потому что ты сейчас рассказала, что у нас вот такие, они испугались. И есть ощущение, что надо подозревать у каждого. А на самом деле, когда мы говорим про эндокринологию, всё-таки это не самая частая история. И в том числе, когда мы говорим про изменение электролитов. Только когда у нас и натрий, и калий, тогда у нас прям вот... Красный плак, такой фил-фил-фил. А когда мы говорим про повышение, например, калия или понижение натрия, причём понижение, мы говорим, это не на одну единицу от нормы, а прям выражены. Потому что мы помним, что разные референсы, разные лаборатории и разные колебания, которые будут зависеть от того, что мы увидим в анализах крови, это всё будет влиять на картину. Вот. Я решила это добавить. Если мы видим в том числе какое-то незначительное понижение или повышение натрия, ну, калию у меня больше, скажем так, больше настороженности. Если даже он выходит немножко за референсы, мы напрягаемся к натрию, менее настороженность возникает. Вот натрий мы либо пересдаём, пересматриваем, и, как правило, бывает так, даже не как правило, а часто бывает так, что он приходит нормально. И особенно, когда это происходит, когда мы подобрали собаку. Сейчас, сейчас, сейчас обязательно. Мы собаку подобрали, сдали ей анализы, там всё вот так вот разлетелось. А, ну, всё понятно, значит, какая-нибудь старая собака или из приюта мы её взяли. Мы должны сначала привести там немножко собаку в норму, дать ей освоиться недельку и потом пересдать анализы. И, как правило, они приходят гораздо более ровненькие, красивенькие, чем они были на старте. Вот так мы делаем, ну, особенно если натрий. Если калий, я, конечно, напрягаюсь всегда. Что ты хотела дополнить? Я хотела сказать о том, что это будет упираться в небольшие штуки, которые я буду рассказывать по поводу физиологии клетки. Это самая ненавистная тема, которую никто никогда не любил на физиологии, я в том числе. Но это очень важно, потому что потом практически это будет влиять на подфизиологические процессы, которые мы будем наблюдать. И нам важно понимать, почему, например, мы на натрий не можем так сильно смотреть, а на калий можем, потому что калий, его самая большая часть находится внутри клетки. Это внутриклеточный элемент, а натрий, он находится снаружи. Его в клетке очень мало. И если у нас что-то происходит с калием, это повод задуматься, что же конкретно, начиная от клетки и заканчивая тем, когда он выводит. То есть важно знать, где располагаются ионы, чтобы о них судить про повышение или понижение. Возможно, это сложно, но это важно. И я всё равно это буду 150 раз повторять по поводу того, что калий – внутриклеточный ион. Это важно. И когда у нас есть гемолиз, у нас разрушаются клетки, у нас калий выходит. То есть это у нас такие истории, которые будут связаны непосредственно с биологией клетки. Самая дурацкая часть физиологии. Слушай, я тебе так скажу. Меня студенты спросили, что нужно классную литературу для будущего врача-ветеринара. У меня кинологи, и понятно, что все позаражались, многие позаражались страстью к ветеринарии. Кто-то хочет начать, кто-то уже пошёл, поступил, кто в колледж, кто готовится поступать в университет. И посоветуйте классные книги. И, конечно, я могла бы посоветовать какие-нибудь там алгоритмы, знаешь, но я посоветовала им физиологию Гайтона. И более того, я скажу, что... Это самая базовая вещь. Это не просто я посоветовала книгу. Мы сейчас, вот я на своей точке развития, мой муж – человеческий врач, врач гуманной медицины с образованием свыше. Мы на ночь Гайтона читаем, у нас вечернее чтение. Мы открываем и читаем вслух прям, и разбираем кальциевые каналы, натриевые каналы, перистальтическую волну, и вот это всё. И периодически... Мне это очень интересно, когда у тебя начинает появляться понимание. Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Я просто хотела дополнить о том, что в этом же открывается секрет того, почему у некоторых пород собак очень высокий калий. И я об этом расскажу, потому что это суперинтересно, и это будет связано напрямую с физиологией клетки. Вот. Это классно. Сейчас я отвечаю. Этон — это вообще огнище. Единственное, это, наверное, я бы ещё, знаешь, что добавила? Он нужен для понимания физиологии как таковой. Но у нас есть именно англоязычный учебник, который разбирается более подробно именно в ветеринарной физиологии. Мне он ужасно нравится, потому что у него в конце каждой головы есть примеры того, как это выглядит наглядно. И в том числе, например, всякие тетании мелкого рогатого скота, оно тоже там именно в главе про электролиты и про физиологию клетки будет рассказано. То есть это прям вообще невероятная история. Мне очень сложно его читать, потому что он на английском, и я не настолько хорошо знаю английский, чтобы читать научную какую-то литературу, но именно в качестве следующего изучения, следующей ступени изучения физиологии, вот он прям огнище. Мне очень нравится. То есть именно он, он именно ветеринарный, вот. Да. Ну, знаешь, хотя бы русский оселить и гуманный. Это сложно. Вот такая толщина. Медицина человека есть. Ну, ты, у меня чёрный экран, поэтому я не вижу, что ты там показываешь. Там ещё 200, что ли. Там очень талмуд, ну, ты знаешь. Он в двух томах или в одном. Он есть в двух и в одном. Я в электроне, поэтому я не знаю, какое, но предполагаю. Вот, собственно говоря, Гайден – это фундамент, на который стоит накладывать дальнейшую физиологию животных. Вот, что я хотела сказать. То есть физиология базы, да, она будет совпадать, потому что мы все млекопитающие и такие многоклеточные организмы, но хочется, чтобы люди, ветеринары в том числе, понимали, что дальше физиология человека у нас наслаивается будет физиология животных, и она будет отличаться в некоторых моментах. И это прям иногда критически важно. Да. Это просто боль общения с медиками, которые приходят и думают, что они знают всё, они знают многое, но, к сожалению, в своей специфике. Сколько мы с Димой спорили до драки, буквально. Он мне начинает, я говорю, Дима, это у людей. Он говорит, ну да, это у людей, значит, и у собак. Я говорю, Дима, представляешь, у собак даже не как у кошек. Ну, то есть, он говорит, а почему тогда у собак этого не бывает? Я говорю, вот, кстати, у кошек это бывает, а у собак нет. Ну, там мы что-то обсуждали, не помню. Вот, какую-то идиопатическую, наверное, тоже историю. Я говорю, у кошек бывает, а у собак нет? Он говорит, почему не бывает? А может быть, бывает, а может быть, откроют в следующем году. Нет, рассмотри этот вариант. Я такая, боже мой. Вот, конечно. Говоря, здесь очень важно понимать, да, вы изучили человеческую физиологию, но это не значит, что все нюансы наших кошек и собак теперь доступны, скажем так. Вот, на это стоит наслаивать дальше. Ну, блин, это вечерняя учёба, никуда от меня не верстают. Вот. Да? Давай рассказывай про монетные столбики теперь. Мне безумно интересно послушать эту тему. Я её, наконец, оставила, потому что мне прям вот очень ждала её про монетные столбики у кошачьих. Во-первых, они есть не только у кошек и у лошадей. Я понимаю, ещё у людей. Я знаю, что про кошек и собак. Давай так, что такое монетные столбики? Да, я сейчас и хотела начать. В общем, у нас есть эритроциты. Когда мы наносим кровь на стёклышко, то есть мы делаем мазок крови, и мы распределяем эритроциты ровным слоем, настолько, насколько это возможно. В ветеринарной лабораторной диагностике, да и в человеческой, тоже у нас очень важно такое понятие, как монослой. Это когда клетки лежат отдельно, вот так вот, то есть они не слеплены друг с другом. Мы можем оценить их оболочку, мы можем оценить, как они выглядят, что у них внутри есть, если есть, если нет, порадоваться. И, соответственно, то, как они лежат, уже может кое-что сказать врачу лабораторной диагностики. А если у вас ещё и нет биохимического анализа, то вы можете догадаться, что же происходит. На самом деле это очень, ну, простой, наверное, кейс, я бы так его назвала. То есть суть в том, что у нас есть распределение клеток в мазке, и то, как они ложатся, будут нам кое-что говорить. Монетные столбики, это значит, что, не знаю, складывали когда-нибудь монеты вот в такой столбик, это значит, что эритроциты лежат друг рядом с другом, вот так, друг за другом, и как будто бы они друг с другом связаны. В данном случае мы говорим о том, что это очень похоже на какую-то агглютинацию. Агглютинация – это когда эритроциты связаны, и мы никак не можем их разорвать. Это важные понятия, которые стоит разграничивать, но не об этом. Я очень извиняюсь, что отхожу от темы. Собственно, монетные столбики – это когда эритроциты столбичками друг за другом лежат в мазке крови. Как правило, это встречается у кошек в норме, но незначительно. Но если мы видим у кошек в мазке крови, что очень много эритроцитов лежат такими структурами, мы можем говорить, что изменилась вязкость плазмы, то есть жидкой части крови, что-то произошло, что-то на биохимическом уровне. И как только вы начинаете сравнивать клинический биохимический анализ крови и есть монетные столбики у кошек, то мы чаще всего говорим о том, что у нас вырастает фракция глобулинов. То есть это та часть белков, та часть общего белка, которая ответственна за иммуноглобулины, например. И у кошек очень часто я наблюдаю монетные столбики, я сразу такая, ага, здесь будут повышены глобулины 100%. А когда у кошек повышены глобулины, то значит, что они очень реагируют на какую-то инфекцию. Ну, по крайней мере, на моей практике это было именно так, можно было провести параллель. И когда я говорю, ребята, монетный столбик там в достаточно большом количестве, скорее всего, там будут очень высокие глобулины 50-60, учитывая, что у нас обычно они 35-40, ну вот такая, не очень большой разброс, но тем не менее 50 – это уже выраженное количество, после которого мы говорим о том, что глобулины – это белки, которые могут вырабатываться в ответ на какой-то патоген. То есть, по сути, иммуноглобулины – это часть глобулинов, которые мы можем увидеть в общем анализе биохимии. Вот, и предположить, что у нас иммуноглобулины вырабатываются в ответ на какую-то инфекцию. Вот, видела. У собак это значительно реже, потому что у них немножко другое состояние и самих эритроцитов, и мембраны, и то, как они располагаются. Вопрос. А вопрос такой, по поводу монетных столбиков на каком-либо из бланков. Может быть написано, например, в морфологии? Конечно. Это будет написано в морфологии маска? Это будет написано у меня в бланке. Но мне надо, чтобы наши слушатели понимали, где смотреть, где они могут найти это описание. Если есть примечание, морфология клеток, что-то такое, то есть вот этот бланк, там всё будет посчитано, и внизу после лейкоформулы, то есть после подсчёта всех цифр, дальше идёт описательная часть. Она обязательно в каждом общем анализе крови. И в зависимости от того, какая лаборатория, неважно, там будет одно поле для эритроцитов, то есть морфологии эритроцитов, либо там будет просто примечание, либо просто комментарий. И внизу будет написано «Морфология эритроцитов, монетные столбики от 1 до 4 крестов», в зависимости от того, насколько интенсивно это будет видно в маске. Круто. Спасибо. Очень понятно. Я рада. Это достаточно частая история. Монетные столбики на 1 крест условно я не ставлю, просто потому что иногда, когда ты долго-долго часто-часто смотришь маски крови, в том числе кошек, ты уже понимаешь, где это физиологически, а где это не очень нормально. То есть в норме могут быть небольшие монетные столбики, в небольшом количестве, и если вы, например, видите в клиническом бланке, что монетные столбики на 1 крест, но, например, в биохимии у вас глобулины в норме, общий белок в норме, то вы думаете, окей, это особенность кошек, бог с ними. С лошадьми такая же история. Я не знаю, есть ли здесь лошадники, но вдруг, вдруг вы увлекаетесь и лошадьми тоже. У лошадей такая же история. У собак это всегда патология, потому что их клетки располагаются достаточно разрозненно, и мы редко можем наблюдать слепление их в монетные столбики. Еще мы помним, что мы... Есть у нас такая история, что Даша рассылает всем гальт, как набирать анализы крови в домашних условиях. Важно помнить, вы перемешали клиническую пробирку, и вдруг на стенке пробирки вы заметили, что эритроциты располагаются какими-то кусками. Не пугайтесь, пожалуйста, у кошек, как у инопланетных зверюшек, есть такая штука, как холодовая агглютинация. Она называется агглютинацией, но на самом деле это просто эритроциты, вкладываются в большие монетные столбики, настолько большие, что мы можем их видеть. Настоящую агглютинацию, то есть слепание эритроцитов, может сказать только врач лабораторной диагностики, который проведет дополнительные тесты. А почему она хорошая? Потому что была 37,7 температура, или 38, а стало 20. И эритроциты... То есть это не значит, что пробирку поставили в холодильник? Это значит, что просто... Но если кровь отобрали и сразу поставили пробирку в холодильник, то тоже может случиться всякая аномалия. Нужно подождать 30 минут, пока она остынет и станет комнатной температурой. Да, мы сразу кровь в холодильник не суём никогда. 30 минут надо ждать. Редкий перебаток температуры. Холодовая агглютинация, да, ты правильно сказала, это просто реакция вытащенных наружу эритроцитов и физиологическое их ответное действие. Они такие... А, холодно! Если не слепать, я думаю, что не ровно. Да? Да. То есть аутоагглютинация – это очень веский повод, чтобы кому-нибудь о нём говорить. То есть для того, чтобы подтвердить истину аутоагглютинации, то есть слепание эритроцитов, которые не разлипаются никак, это проводится только в лаборатории, и в лабораторной диагностике может быть подтверждено или опровергнуто. Огонь. Ну что, друзья, вопросы? Если у вас есть, если нет вопросов, то тогда мы будем вас звать к себе на курс по анализам. Я пока расскажу, пожалуй, о нём, пока вы пишете вопросы. Курс у нас уже стартует 19 числа этого месяца, 19 февраля. Вот 16-го я встречу свой день рожденечка и более взрослой девочкой через несколько дней. После этого запустим с Дашей вместе курс. 19-го уже старт, он будет длиться два месяца, и доступ у вас к нему останется навсегда. Я хочу вам сказать следующее. Вот я сидела вчера и анализировала ценности этого курса, и я сформулировала её для себя так, что протоколы лечения собак и кошек меняются очень часто. Появляются новые исследования, новые данные, происходят революции, вообще в подходах. То кололи преднизолон перестали, то кололи антибиотики на энтеропатию перестали, теперь, значит, ну вы знаете, да, фекальная трансплантация, работа с микробиомом, пробиотики, пребиотики. И, кстати, преднизолон потом, если ничего не помогает, но без антибиотиков. Метронидозол мы, значит, у метронидозола отмена. Его сейчас во всех сообществах отменяют, как будто бы этого препарата не существует в гастроэнтерологии. Ну, действительно, по весомым поводам, и применять его не стоит, если у нас там не сепсис какой-нибудь, не что-то страшное. Так что меняется абсолютно всё. Когда я начинала учиться, было одно. Но когда я сейчас учусь, всё совсем другое. Сколько выкинутых денег на неактуальные данные в данный момент. Поэтому здесь нам не надо расстраиваться по поводу того, что мы посещаем какие-то курсы, а потом эта информация становится неактуальной, потому что это нормальное развитие науки, нормальное развитие исследований. Но курса по анализам это не коснётся. Потому что анализы — это информация на века. Никто никогда не изменит понятие альбумина, гематокрита. Уже выяснили, какая анемия считается у кошек лёгкой или тяжёлой. Эти данные будут всегда... Бланки анализов всегда будут вот такие. Мы расскажем, что не нужно, какие ненужные есть в бланках анализов анализы. Да? Ну, мы уже касались этой темы. Мы рассказывали там и про соя, и то, что магний, если он не ионизированный, а его сложно найти, это тоже спорный такой показатель, что ферритин не надо сдавать собакам, железо не надо сдавать собакам, прошу прощения, а он есть в общих бланках, в том числе я его вижу. Много достаточно таких нюансов, которые неактуальны. Но все основные базовые параметры будут актуальны всегда. На все века для всех... для кошек и собак, для всех животных. Ничего не поменяется в этом. И, собственно, их аналитика тоже не поменяется. Она всегда будет такая, какую мы расскажем. Поэтому, с учетом того, что этот курс останется у вас навечно, он вам может пригодиться и через год, и через пять лет, и через десять, и через двадцать. Потому что мы с вами рассчитываем, да, животными, я думаю, заниматься долго, всю жизнь. Мы с вами любим животных, иначе мы бы здесь не сидели. И эти данные вам реально могут пригодиться через двадцать лет. Поэтому вложиться сейчас имеет смысл. Кроме того, повторять мы его не планируем. Если запланируем, то там, ну, через год, там, я не знаю, мы даже не обсуждали этого. Вот. И еще раз повторюсь, что на данный момент информации о том, что мы будем продавать запись, тоже нет. У нас есть некоторые издачи, там, пока что обсуждения этого момента, но пока что я вам так скажу, что сейчас мы не продаем и не будем продавать запись. То есть вы записываетесь на курс сейчас, до девятнадцатого числа, покупаете его в рассрочку, как вам удобно, как хотите. Это стоит очень дешево, потому что семь тысяч рублей за... Я в линкоте, я в линкоте, я в линкоте, господи! Что происходит? Семь тысяч рублей за вечную информацию, которая вам будет рассказываться два месяца экспертами, это реально подарок. Я вижу, как стоят другие курсы, я считаю, что наш недооценен. Но я хочу сделать его, это была же моя идея, такую цену ставить, естественно. Вот я хочу сделать его доступным. Так что, вот. А можно, можно я еще добавлю? Я просто хотела, во-первых, найти, что может быть здесь есть какая-то реакция поднятия руки. Нашла, что я могу себе прилепить лягушку на голову и не минула этим нас походить. Я хотела добавить, что очень важные штуки заключаются в том, что мы будем говорить о базовых вещах, которые казаются физиологией. Физиология очень редко меняется, потому что она достаточно фундаментальна, там могут открывать дополнительные вещи, но те вещи, которые важно знать владельцам животных, они, скорее всего, не поменяются в ближайшие годы. И здесь будет важно, что люди, которые поймут, о чем мы говорим, а не поймут, потому что у нас в наших рукавах не только упрощение информации, но еще и визуальная составляющая, например, мемы, мои любимые. Да, готовьтесь. У меня будет нормальная презентация, у Даши буду смелой. У меня не будет нормальной презентации, то есть там будет информация, но и будут смешные картинки, потому что я их люблю. Вот. И физиология достаточно редко меняется, настолько, насколько меняются, например, правила лечения или ведения разных пациентов. Вот. Елизавета Александровна, привет! Мы уже закончили. Ну, я так расскажу. Очень крутой. Врач-терапевт, он докринолог, кстати говоря. Как подписаться? Я не могу из эфира подписаться. Елизавета Александровна, вас приветствуем, я на вас подпишусь, когда закончу. Если я вдруг на вас не подписана, что, кстати, вряд ли. Вот. По поводу того, когда оплачивать, да можно сейчас? Смотрите, сейчас, ну, я попросила, Дашу, у нас три Даши, у нас такой консенсус получился. Даша Нефёдова, это врач лабораторной диагностики с нами сегодня, я Дарья Пушкарёва. Вот. И у нас есть Дарья, которая обслуживает запись этого курса, то есть она собирает с вас оплаты, она записывает вас в таблицу, добавляет вас в канал и все технические моменты прорабатывает с вами. Вот, собственно говоря, она сейчас потихонечку пишет всем, кто записался уже в предзапись. Если кто-то хочет оплачивать сейчас, можно это сделать сейчас. У нас какая система? У нас есть даже рассрочка по 3,5 тысячи рублей в месяц. То есть первую часть 3,5 тысячи рублей вы можете оплатить до 19 числа в любой момент. Но перед 19 вы обязательно получите письмо с просьбой оплатить, если вы идёте на курс. А следующую часть, следующие 3,5 тысячи рублей вы можете оплатить тогда, когда захотите в течение месяца первого или перед началом второго месяца, что будет абсолютно честно. Вот. Так что, я думаю, на этот вопрос я ответила. Здесь вообще всё очень несложно. Будем много разговаривать и показывать. Я так люблю разговаривать и показывать. Ты будешь в записи разговаривать. Чему ты рада? Да, по поводу... Значит, лекции мы будем записывать. Мы начинаем записывать лекции сейчас. Дашин блок первый. Даша, не мой. Мой. Её. Я, значит, пока что была своей лекцией потихонечку писать. Мой месяц второй. Так что мы начинаем с общего клинического анализа крови. И у нас в конце каждого месяца будет встреча с вами, живая, уже в формате тех, кто запишется на курс. До этого мы будем собирать ваши вопросы в специально отведённый для этого файл, куда вы будете их добавлять. А мы будем их рассматривать, готовить презентации. И потом мы вместе назначим время. Какой-то день встретимся, проведём эту живую встречу и закроем все вопросы, которые у вас возникнут на тот момент. Да. У меня ещё вопрос. Что в итоге по цитологическому бонусу делать? Да, мы будем делать цитологический бонус. Рассказывай, пожалуйста. Я уже забыла. Ты обещала лекцию про цитологию. Давай, рассказывай. Я хотела сделать лекцию по тому, что себе представляет цитология как метод, когда не стоит паниковать. И если вам вдруг сказали, что у вас есть новообразование, и это надо проверить на рак, мы будем разговаривать, что не всё, что есть новообразование, это всегда рак, или всегда плохо, или что-то ещё. Иногда это даже, может быть, не образование, а воспаление, которое выглядит, как будто что-то происходит. Вот. Я хотела пройтись по разным штукам того, как это может, не то чтобы выглядеть, но что из себя представляет цитология, чтобы вы не боялись. Какие варианты того, что мы можем увидеть очень поверхностно, то есть не для врачей, а именно для владельцев, что мы можем увидеть, почему врачи-цитологи пишут именно так, почему мы не всегда можем сказать, что да, это вот это, хотя от нас очень этого хотят, и почему диагноз это прерогатива именно гистологического исследования, а не цитологического. То есть, некоторый нюанс цитологии, что её не стоит бояться, её нужно делать, но она не всегда даст то, что изначально, возможно, хочет увидеть врач или владелец, но она даст ту информацию, с которой можно идти дальше. Вот. Отлично. То есть, у нас будет ещё лекция по цитологии от Даши. Это бонусная лекция, она даже не к анализам крови, она именно к цитологии. Да, вот так вот, потому что наболело, это называется, это к вопросу о том, что мы хотим дать вам много, больше, чем заявлено, ну, как всегда. И, кстати, для всех, для всех абсолютно, кто пойдёт и кто не пойдёт на курс. У меня акция, это продолжает действовать, у меня есть пост, в котором вы можете прочитать следующее. Вы получаете видеоинструкцию, которую нам специально, любезно записала Марина Дубовикова, замечательный терапевт, о том, как брать... Она с нами. Да, она с нами. Я её поприветствовала. Как брать анализ крови у собаки или у кошки. То есть, как мы готовим, как лапку забреваем, что нам понадобится для того, чтобы взять этот анализ, как лену перетягиваем, как берём, иголку направляем и как набираем в пробирку. То есть, то, что вы просили от нас, видеоинструкция, как самим взять анализ крови, она готова. Я вручную его рассылаю каждому, кто сделает репост моего поста о курсе. Это как бы бонус за рекламу. Вы рекламируете наш курс в сторис к себе, делаете отметку меня, чтобы я увидела. Если у вас закрытый аккаунт, то делайте мне скрин, потому что, к сожалению, отметки в закрытых аккаунтах мне просто не приходят. И я вам сразу отправляю ссылкой на Google Диск эти видео записанные, очень понятные и очень подробные. И ещё у нас на курсе будет не только общий клинический анализ крови, биохимический, чуть-чуть цитологии, но и преаналитика, где мы расскажем подробно, ну, в каждом блоке ты рассказываешь свой, я рассказываю свой, что мы делаем. никуда она всегда идёт вместе с анализом. Ну, естественно, то есть, ребят, то есть всё разжёвано будет, как не допустить ошибки на этапе сбора анализа. Да, потому что, в общем-то, это самое важное. Сколько там, 80% у нас ошибочных анализов приходит из-за того, что нарушена преаналитика. И с этого мы начнём. Поэтому вот эта инструкция, как взять кровь у собаки, она прилагается к материалу, который будет на курсе, как отвести правильно эту пробирку, да, не запороть там всё, не растрясти в каком-нибудь температурном режиме. Кстати, об этом есть ещё и бесплатный мой пост. Он не очень подробный, ну, в смысле, он достаточно подробный, чтобы вы всё поняли. Тоже Даша его писала. Так что, пользуйтесь доступом к информации, пока есть. Про гормоны. Про гормоны. Она есть в крови, это эритроциты, лейкоциты и всё остальное. Я про гормоны делать не буду. Если Даша вдруг что-то будет говорить, то это будет в блоке биохимический. Если нет, то это будет просто по общим анализам крови. Смотрите, про гормоны я буду затрагивать эндокринологические заболевания, которые мы можем, опять, вот как я сегодня рассказывала, всяко заподозрить при анализе биохимического, при анализе, да, результатов биохимического анализа крови. Вот. По сути, да, вот так. Соответственно, это будет немножко, наверное, в цитологической истории, потому что, например, какой-нибудь кальциноз, он будет характерен для синдрома Кушинга. И мы хотим, не хотим, мы будем говорить о том, что к чему привязано. Но именно конкретно там лекция вот по ТТГ-Т4, еще чему-то, нет, этого не будет. Вот так же, как у меня, про парад гормона. Я буду говорить, когда буду говорить про кальциофосфорный обмен, но отдельно, прямо вот конкретного парад гормона, вот это вот рассмотрение, подробного не будет. Более того, он вам и не нужен. По сути, это уже в дебри. Это уже в дебри. Про заболевания, конечно, будем говорить. Нельзя анализировать, вообще говорить про анализы вне контекста заболеваний, но это было бы странно. То есть, мы не будем говорить так, что вот лейкоциты, это, ну, там, воспаление. Чего за воспаление? Понятно, что все будет расшифровываться, при каких заболеваниях, что мы... Поговорим про стресс-лейкограмму, потому что мне нужно показывать, для того, чтобы рассказать все приколы кортизола. Все приколы кортизола, как будто название для лекций. Из-за этого Александра. Все приколы кортизола, вот назовешь свою лекцию так. Хорошо. Там будет, типа, микролекция, физиология, кортизола, и что мы увидим в анализе. Да? Да. Вот. Все, друзья мои. Мы на сегодня, наверное, будем заканчивать. Да? Я посмотрела все вопросы. Я... Мы ответили на все заявленные темы. У нас все хорошо. У нас прошел эфир, блин, он не сорвался. Я записала даже видео с экрана. Поэтому сейчас мы с вами прощаемся. Прощаемся. Я обязательно выложу запись в Телеграм и на Ютуб, и вы сможете нормально, ускоряя, замедляя, останавливая, конспектируя, посмотреть еще раз. И мы пропишем там в течение нескольких дней тайм-коды, чтобы вам было удобно скакать, перескакивать на те моменты, на которых вы остановились. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли нас слушать, за то, что вы интересуетесь темой. И всем до встречи. До встречи. Знакомые лица. Да, сегодня прям эфир собрал звезд. Спасибо большое. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok